дорогие зрители всем привет от зомби вегас мы играем в игру про институт сан и мы продолжаем сегодня наше приключение нас встречает приятная музычка приятный визуал поэтому я надеюсь что будет очень интересно вот получить доступ к тому самому место которое у нас было заблокировано есть но сразу же включает нас какой-то рычаг который что-то вероятно открыл чтобы разбираться и дрова все вот такой вот секретик на самом деле скромненько очень скромненько надо разбираться что же мы открыли получается что этот рычаг открыл кучу дверей и мы здесь можем теперь все золотать интересно и вот у нас какой-то плач сейчас прочитаем что такое и какая-то есть медная корона давайте почитаем плач заключенного спрятанный с помощью заклинаний в лесу есть особый колодец желаний из меди корону колодец тот ищет сокровище обещано тому кто ее отыщет но я оказался и здесь всеми забытый и даже от света короля солнца закрытой смогу ли я избежать из тюрьмы от этих страданий найду ли я тебя около дель желаний я кажется понял я там видео на место такое по дороге использовал факел который открыл доступ в новую локацию там был один скрет и по сути небольшие такие совсем небольшие бонусы в виде лута также моя теория про корону подтвердилась это статуя явно требует короны но также не хватает головы поэтому судя по всему нужно будет где-то отбить другой статуи но а пока у нас не остается особых опций кроме как идти вот эту локацию к первому боссу в этой игре должно быть очень интересно давайте дергать за рычаг посмотрим не удивительно что мы открыли дверь совершенно другом месте есть идеи можем пройти через эту дверь ой 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 я не хотел этого делать уже идеи ломает страшный монстр все сделано так кого мне покарать мы же не пойдем туда я не вижу другого пути что делать вот он поддержанный дракон похоже что больше не будет замедлесений что могу это сделать не что кто и ответ да это же король брэк я хорошо мне очень нравится рисовка противника в плане того что этот босс огромный реально поле боя огромный это прям визуально радует глаз смотрите моего героя сразу оглушили я надеюсь что оглушение даст ему ходить но все таки ну он ведь он в линейке остался хотя судя по всему оглушение не должно давать ему действовать как-либо поэтому я надеюсь на лучшее но скорее всего все будет плохо да все будет плохо оглушение пока оглушение все его будут избивать конечно очень неприятный расклад ну что ж поди будем надеяться на лучшее данной ситуации у нас есть страх можем накинуть страх на хотя бы этих двоих бойцов хотя бы на он упугали уже неплохо будет полегче главное чтобы отоживал быстрее видите враги фокусят постоянно самого уязвимого юнита потому что когда у этого героя не было щита то они фокусили его и очень даже быстро убивали его то есть естественно врагов неплохой искусственный интеллект они очень неплохо выбирают себе жертву что же этого героя есть ход в данном случае я думаю что 35 можно ударить по ближнему пытаться немножко уменьшить популяцию золдаков в этом мире и начнем потихонечку атаковать единственное что можно в принципе захиляться 40 процентов это практически как раз то количество что у нас есть поэтому мы захиляемся таким образом у нас будет возможность дальше разыгрывать и ну потихонечку копить поинты и ходить так ну принципе защита позволяет более-менее переживать удары что уже приятно если бы конечно еще цветная молния сработала было бы идеально но пока цветной молнии нет мы будем довольствоваться тем что есть я думаю попробуем накинуть эту способность она в теории дает возможность понизить ему защиту и шанс блокирования я просто реально очень хочу зафокусить его эти ребята козлы точно слабенько поэтому пока объем приоритете именно короля брака так дети ветра хорошо здесь у нас есть 3 8 лишь 16 очень сильная атака можно пользоваться там второй ряд у нас второй ряд в принципе урон хороший то есть видите ну процентов 80 урона то есть достаточно немало можно в принципе бить я думаю что там еще шанс есть оглушение что неплохо не знаю что от героя конечно под угрозой можно ему повысить защиту пока он не может ничего сделать атака у него слабенькая думаю это будет не худшее решение будет чуть больше шанс того что он выживет крайне ред надеюсь очень сильно вот он снова ходит и таун суча на самом деле можно кинуть снова страх пытаться и с другой стороны может их ударить лучше 3 5 по ближнему ладно попробуем лучше лучше убить все таки потому что страх на этого не действует на него защита от заклинаний контроля поэтому смысла на него накидывать страх нету а на этих двоих у них урон 3 ну такое в общем на самом деле очень сомнительная идея ему страх использовать поэтому здесь пока будем продолжать спамить короля брека по надежде на лучшее следующего хода у нас уже будет заклинание хила так пока все в порядке там еще под защитой до сих пор поехали а это жизнь неприятно неприятненько так благо что хил есть уже хорошо так король брек ходит ну в принципе два героя побитых но не живые давайте убьем сразу этого противника хотя бы одному уже будет полегче и здесь на потихонечку восстановлю себя ману на пригодится в любом случае более под защитой шанс что как раз немножко им понизим митигируем урон так сказать а король брек 66 77 жизни серьезное количество но из плюсов то что он сейчас один останется уже скоро давайте тогда пытаемся ускорить этот процесс тут у нас неплохой урон и сна что если мы используем эту штуку то у нас мана останется не слишком много находит на хил до хила еще столько и играть но этот скилл максимально неэффективен по среднему ряду видим урон маленький поэтому лучше уже использовать этот кувырок надежде надежда не оправдалась не оправдалась надежда к сожалению тогда нужно уже бить физикой 6 вот сует конечно знатно все короля брека осталось 50 жизней не очень-то и много тут оглушение приходит ай-яй-яй как неприятно ну в таком случае будем херять этого героя все таки он может как-то в теории может сам еще разлить ситуацию в твое имя к этого героя шансов маловато прямо скажем все начинаем будет забивать конечно выиграть нужно чтобы немножко повезло потому что урон у нас такой что мы можем убить но видите тут очень сильно зависит от того как прокнет атака или не прокнет один в один остались на самом деле тут на удачу уже чистая удача можно было конечно пытаться там за неприятно как неприятно 2 станы очень него время прошли после этого мне появилась идея что нужно переделать немножко бьют а именно взять могу два заклинания чтобы гораздо сильнее пробивать давайте пробуем к этому отработать потому что у него просто больше чем пошел куда он выходит что способности использовать все не получается ожидать эту молнию очень долго поэтому раз выгоднее будет накидывать 2 спела этого как раз буду достаточно для того чтобы его убить потому что от страха здесь смысла просто никакого нету совершенно никакого есть еще немножечко удача подвернется будет конечно вообще бомба вот судя судя по урону я смотрю что реально вот это то что необходимо потому что прям вот очень хорошо очень хорошо то есть этим будем избивать как физикой отличненько здесь можно дать защиту как раз немножко восстановиться и проблокировать тычки самое главное чтобы не стану не проходили и стана не будет то я думаю что мы справимся на ура еще хорошо конечно попадались пальчики так что там у нас по силу и кажется хил уже скоро должен подходить да отлично хил подошел как раз очень во время потому что мне уже нужен очень нужно вот так реально противники умирают на ура с этим билдом просто видимо из игра так задумано что ты реально будешь адаптироваться постоянно под предпринимников потому что видим вот с тем билдом что у меня был драться с этим противником очень неудобно там очень неудобно поменял все отлично просто все просто отлично да это получилось прям просто потрясающе я не ожидал что получится настолько хорошо прям очень сильно порадовался по этому поводу потому что они улетают просто секунду класс класс что мы с ним нашли наше золото копьем копейки сильная вещь мне кажется зайдет моему герою вот этому и кожаная куртка до король от ловкости неплохо не переживай скоро снова будете вместе и так кто-нибудь хочет и лягушащие лапки запас на пять лет тоже то есть запас серьезный так хорошо давайте посмотрим что у нас по вещам по вещам явно можно приодеться не знаю сколько будет рационально бегать так требуется спасибо сила пока не хватает насколько будет рационально бегать билдом из двух акинных спалов без страха посмотрим как нам будет работать на показе если думаю что мы однозначно надеваем себе на ловкость сюда и на жизнестойкость вот сюда и образом у нас герои получаются такие достаточно сбалансированные это больше на урон я больше на живучесть того что можно было переживать разные вещи пока кастует хорошее загнание мощное так у нас вот сокровища какие-то сразу же есть вакуон цвета ёшка не мог поверить своим глазам когда увидела редкое сокровище которое обронил король брек вакуон цвета был создан таким образом чтобы люди не могли его увидеть должна быть причина это же реле интересное кубик и золото мне кажется эти вещи сейчас помогут нам разобраться с кем это позами которые пропустил потому что очень много всего там не сделано это вот ожерелье повышается определяемость яду это весьма хороший бонус и он еще дает немножко живучести как раз у нас герои получится внутри жизни больше будет ну достаточно хорошо и смотрите те вещи которые нахожу они появляются в интере вот в этой ящейке то есть они у вас как это видимо это то что никак не пригодится нам скорее всего то есть видите бессмысленная руна какой-то кубик игрушка то есть все квестово у нас находится вот в этой ящейке так что он здесь здесь у нас слышу какое-то шевеление наверху видимо враги и вот факел явно не горит зажечь нельзя а здесь горит может это можно выключить да нет и что необычно что обычно даже украинах есть какие-то элементы которые можно использовать том плане что они не видны здесь все подсвечивается поэтому скорее все то не шкаф каких-то таких невероятных не будет но нужно будет хорошенько подумать потому что много есть элементов этого нужно использовать регулярно так я думаю что здесь не знаю успеем ли мы его убить принципе шанс не успели к сожалению не успели теперь у нас будет проблема потому что мы будем следовать этих несчастных несчастных скетов но с другой стороны нас урон уже получше гораздо лучше того убить не можем знаю подожжем его не то что у этого героя будет очень быстро штат маны придется регулярно его ставить в отдых другой стороны почему бы нет то есть у него урон и здесь и здесь низкий ставить его в отдых в отдых как раз наверное самое здравое решение данной ситуации то время к этим героям можно пока просто спамить тычки может он достаточно сильный и сожалению удар по двоим не прошел было бы конечно идеально эти прошел но не сложилось здесь лично выдано . прошел маманы пожадничал это могу стоить недорого ржавый мечта хлам такое что-то не самое ценное вот попадаем какую-то новую комнату который помню вообще ничего нету интересного может быть здесь нет видимо немножко опыта или возможно еще время сюда посмотрим а вот два тишка чем что же там у нас крыльется наверху так вот золотики рейнджер 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 вот легко так вот такая интересная комната опять же она просто красивая красиво но функционально бесполезная потому что я не вижу ничего что можно было бы использовать это поэтому давайте подниматься вверх и смотреть что у нас тут куча одинаковых комнат мне кажется скорее всего одно из них что спрятано такое ценное что мы и это все нацелено на то чтобы игрок просто пронапросто пропустил думаю что все одинаковое снова такая статуя мне кажется что так вот мы нашли последних дам решили колонку с рунами спасите оставшихся пленников концепция может быть наполнен на короткие периоды времени на источника света а то есть концепция в том что мы берем используем этот источник света после чего у нас начинают посвечиваясь руны таким образом можем найти то что не могли найти в других условиях то есть скопировали эту руну бежали вниз может еще одна вот еще одна есть кстати говоря да и теперь можно еще перейти в комнату нормально так научившись я нашел таки эту руну я на самом деле думал что может находиться либо где-то здесь либо ниже ли может может там возле того замка но как видите оказалось что находится именно в этой комнате давайте пробуем открыть эту дверь символ оружейный из инвентаря он даже получили уровень за это красно это как новая локация целью ряда небольшая книга заклинаний посох и золото как это влияет интересно давайте посмотрим уюты хорошие бонусы выходит что если я использую дубовую палочку вот на дубовый жезл то я ставлю во вторую руку книжку получается весьма мощно этому герою выходит что можем либо ставить два оружия что неплохо либо взять щит под настроение любопытно на самом деле любопытненько что у нас тут еще есть просто кто-то есть предмет который поможет других квестах загадочные места а вот мы попали я понял куда что-то я бегал всю локацию полностью пока секретом у нас 5 из 8 карта открыта 99 процентов мне кажется на какие-то вещи будут открываться потом по ходу игры потому что пока что я не вижу просто-напросто решение то есть там медная крона никак не помогает статуям статуи ломать я не могу соответственно скорее всего какие-то возможности будут открываться по ходу игры и пока за это переживать не стоит тем более игра говорит что мы можем потом чуть позже вернуться сюда в любой момент через любой костер это очень удобно давайте продолжать ёшка и так готова забрать нашу награду мечтающие о болении мы всегда можем сюда вернуться после отдыха в лагере вперед красота но хоть к чему-то могу подойти я подумал что сгнию в этой клетке мы можем пойти за вами к выходу конечно можете прекрасная дама конечно угло мы сделали это ёшка не так ли в самом деле как ощущение быть настоящим героем это не героизм это то что я хотел сделать а тогда ты не возражаешь если я заберу всю награду не возражая смотрим заставочки они вышли из замка с победой но немного погодя юный рыцарь пригодил им дорогу запыхавшись мизей и поприветствовал напарников с радостью но не без чувства спешки уже разнеслась молва о ваших деяниях молодой маг и разбойник я представил перед вами великий герой случайный мэн бой есть только один герой которого ты можешь поблагодарить в этот приятный вечер это не я вечер отнюдь восход был лишь четыре часа назад если его можно так назвать невозможно пока возражались силами зла внизу новая тьма пала на эти земли настоящая тьма похоже что солнце пропало как он сказал невозможно если конечно в том о чем ты просишь нас не будет большого количества золота тогда готовы тебя высушить золото будет только один вопрос ты со мной герой нет ты со мной что ты хочешь что мы сделали мизей найди солнце пардон что найди солнце король наверное не туда его положил вас будет поддержка королевской армии из которой после многих поражений в спасении пленец остался только я как успокаивающе я хочу спросить как мы даем солнце я не знаю 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 того кто может знать мы должны отправиться в великий лес все мы увидели собой пока они шли в лес мизей рассказывал о человеке которого они искали о лесном торговце однажды странствующий талтас рассказал мне о том что у торговца есть самое лучшее оружие и знание талтас ты не так часто покидал следом не так талтас и слуги старой веры единственная вещь которая более странная чем их одеяние из мира сего это их вера в то что у них есть магическая сила мизей мы прошли уже очень долгий путь я путь становится очень опасным уверен в этом торговцы это лучшая зацепка которая у нас есть как уже плохо идем так ребята вот наша новая локация это прекрасный темный лес прежде чем пойдем дальше давайте прокачаем героев учитывая что у нас больше поинтов стало я решил пробовать сыграть интересным путем то есть мы возьмем здесь удар молнии возьмем здесь огонь увеличим здесь интеллект и урон от огня и таким образом мы выходим на фаерболл что очень даже интересно по прокачке очень должно мощно должно быть все тауешный спал очень мощный я же дорогой возможно не потянуть все это дело но посмотрим посмотрим к нам будет все вкидываем интеллект нам герою что касается ёшки да честно говоря у него конечно получается какой-то странный билд пока что я не верю что ему имеет смысл качать вот этот спал на яд давайте перекачаем в полноценного лучника возьмем легкий выстрел ставим все-таки хил который может пригодиться и здесь наверно возьмем два поинта чтобы просто выйти дальше ты интересно спал про балетная рулетка носит повторяющийся физ урон и снимая все положительные эффекты давайте пробуем принципе что прикольно что в этой игре можно экспериментировать у этого героя что у него лидерство то есть он бафает своих союзников такой себе бард своеобразный танк информацию черепахи при этом увеличивая защиту каждого члена группы раздражает всех врагов а так это герой танк по сути да танк все отлично теперь меня партия сбалансированная получается я очень рад что взял мага потому что выходит что как раз герои максимально подходящие чтобы все красиво разыграть мне очень нравится к разработчики поработали над атмосферой посмотрите на это просто красота очень круто реально очень круто даже не удержусь сделать скриншотик такая кстати говоря тупик они ступни тупик это проход есть вот основа понятно можно пройти вернуться что бывает такое знаете и в гримроке было и в этом мэджике было что вы были кино места которые нужно было постепенно открывает им какие-то прожигать проходы или проходить со временем позже данном случае я думал будет нечто подобное так у нас целая армия противников но у меня что хорошо есть уже фаербол у них у всех уязвимость к огню что это за спелл так это как раз хороший спелл по среднему ряду среднего ряда здесь вообще нету поэтому здесь конечно в идеале взлет легкий выстрел по какому-нибудь дальнему противнику с хорошим уроном весьма хорошим еще двойная тычка прошла и вот заходит фаербол весьма неплохо не сна жалко что он не поджигает проговорит понимаю что там только чистый урон прямой это конечно обидно реально обидно но что поделать этого героя пока не выкачивал пока он чисто адаптирован под то чтобы немножко поэкспериментировать с этими спальчиками может мне что прикольно что этого героя уже есть насмешка по сути можно и теперь спамить в то время как другие герои будут заниматься грязью потихонечку выпиливать армию противника то есть мы еще будем уже по этим лучником по одному вырезать врагов конечно можно было в принципе добивать его рассчитывая на эту молнию но я думаю что лучше лучше так надежнее скажем так так пауки еще херят ой 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 чё он делает ого это серьезно заявочки кстати говоря этот бафчик по сути усиливает самую партию потому что у него как раз и ловкость нам нужно и интеллект нужен сильная вещь реально сильная если смысл снимать с него бафчики то нету особо лучше захилять союзника хил пригодится хил весь сильная давайте уже зажарим того паука здесь можно в принципе формация увеличивать защиту контратаку интересный герой то есть получается что можно реально бафнуть на себя агр несколько бафчиков на защиту хороших очень даже любопытно естественно что маленький паук съел огромного паукаса и стал его еще более усиленной версией должен сказать что эта битва уже заняла гораздо больше времени но с другой стороны появились новые возможности что приятно то есть я так понимаю что у этого вот героя который у нас новенький уже можно выйти в какие-то интересные способности что у нас тут есть усиливая членов группы дает бонус атаке защиты раздражает еще дает возможность образить часть урона или носит физ урон такой хороший скилл на атаку инициатива попадания ну на самом деле герой сильные видео него даже защиту можно качнуть блок качнуть мощный герой в общем ребят игра очень прикольная в следующем выпуске пойдем дальше пытаемся найти проход глубины леса какие-то новые загадки тайнички у нас 10 секретов целых и огромная локация эти пока что только 7 процентов изучили в общем будет очень интересно пожалуйста не забывайте ставить лайк если вам понравилось видео и до скорых встреч в новом ролике я думал где-то один через пять плюс минус пока пока ребят удачи все в а